Приветствую вас, дорогие мои, с вами Жанна Фетисова. И сегодня мы отдыхаем, у нас с вами будет бьюти-перерыв. Буду пить вот такой замечательный чай, кружечка из Fixed Price, вы уже видели у меня их. Better of Fred, Roy Bush с ванилью и цитрусом. Вот такой чай я заказываю на iHerb. Это кофеин-фри, то есть здесь нет кофеина. Каждый пакет в отдельном полиэтиленовом мешочке, что, конечно, очень удобно. Чай это органический, на Real Tea, здесь есть в этой серии и черный, и зеленый чай. В описании к видео я оставлю вам ссылочку на эту серию чаев. Сегодня у нас с вами новый журнал, уже мартовский номер Glamour. Если сравнивать Космополитен и Glamour, на мой взгляд, в Космополитен очень мало интересных статей и вообще очень много картинок. Я даже не знаю иногда, что вам сказать по поводу Космополит. Она вот в Glamour, кстати говоря, бывают очень интересные вещички. Я имею в виду такие литературные, чтецкие. Перед тем, как начать листать журнал, я хочу показать вам, как я спасаю тушь, которая подсыхает, что я с ней делаю, потому что вы задавали мне эти вопросы. Вот есть у меня такая тушь, она уже очень давно в моей коллекции. Она красивого, очень зеленого, такого изумрудного цвета. Мне она нравится, но, конечно, она уже густоватая. Так аромат у нее по-прежнему никак совершенно не изменился. И поэтому я с удовольствием ее пока использую. Она не осыпается. Сейчас я хочу сделать ее более такой, я бы сказала, плавно наносимой на реснички и более жидкой. Для этих целей я использую абсолютно любые капли для глаз, в которых содержится гиалуронная кислота. Во всех увлажняющих капельках я намеренно сейчас не показываю вам никакие брендовые названия, потому что все равно, какие капли использовать в данном случае. Если у вас даже конъюнктивит или был конъюнктивит, то я советую тогда вам капнуть одну-две капельки вашего лекарства, которым вы пользовались для глаз, и далее использовать эту тушь уже, когда вы выздоровели. То есть совсем не обязательно выбрасывать ее, ведь не у всех есть такая возможность приобрести новую. У многих джет очень ограничен. Так что в этом даже случае капли для глаз спасают. Но вот сейчас это обычные капельки, которые я использую для того, чтобы увлажнить в течение дня глаза, когда они, например, устали, перегружены. И вот так 2-3 капли будет вполне достаточно для того, чтобы тушь снова заработала. Теперь как следует перемешиваем тушь. И как вы видите, уже на щеточке больше гораздо продукта, просто потому что теперь он стал более жидким, он хорошо подцепляется. Когда тушь засыхает, она перестает передаваться на щетку, скапливаясь вот здесь, вокруг самого дозатора, да, вот того самого стопера, который контролирует распределение туши на кисточке. Тогда необходимо сделать вот что. Не нужен, я покажу вам на примере геля для бровей. Очень мало продукта, вот как вы видите, в продукт практически не передается через кисточку. Пушистая очень кисточка, да, это Vivienne Sabo гель вот такой. То есть здесь стоит очень глухой такой дозатор, который полностью снимает весь продукт с кисточки совершенно. Он узкий дозатор, а кисточка слишком пушистая. Что я в таких случаях делаю? То же самое я делаю с тушью. С помощью ножниц я вынимаю вот этот стоппер. Как вы видите, он прекрасно выходит. Вот так он выглядит, у него очень-очень узкий выход. Обычно в этом случае бывает достаточно просто отрезать самое узкое место в этом стоппере. И тогда кисточка будет набирать больше продукта. Им будет удобнее пользоваться. Отрезается этот кусочек без проблем обычными ножницами. Как вы видите, средства очень много скопилось. Вот здесь у основания то же самое происходит с тушью, особенно если она засыхает. Поэтому мы как следует все перемешиваем. Вставляем немного расширенный стоппер на место. Лишнее вытираем. Проверяем. Теперь уже кисточка входит лучше. И уже передает достаточное количество геля. Все то же самое вы можете сделать с тушью. В тушь с тушью. Вначале вы капаете капли. Буквально несколько капель. Перемешиваете. Вынимаете стоппер. Отрезаете самый узкий хвостик. Перемешиваете еще раз продукт. Вставляете стоппер. И вуаля! Ваша тушь еще какое-то время прекрасно вам прослужит. А теперь присоединяйтесь ко мне. Наливайте себе чашку чая. И давайте посмотрим журнал. Вместе с журналом был вот такой вот пробничек. Это Moschino. Moschino. So real cheap and chic. Для меня очень узнаваемый аромат. Мне почему-то кажется, они все очень похожи в этой линейке аромата. Ну, не знаю, по крайней мере, это мое мнение. Хотя они мне нравятся. Они, знаете, какие-то такие очень веселые цитрусовые ароматы. Ну, на мой взгляд. На обложке Alessia Vikander, которая будет новым лицом Lara Croft. Новое тональное средство от Dior Forever Undercover. Я не пробовала, честно говоря. Но вот такой вот финиш очень натуральный. Мне нравится. Хотя я думаю, что эта родинка прорисована заново, естественно, уже. Но вот как оформлены брови, мне здесь очень-очень нравится. Очень забавная реклама. Наверное, вы видели ее уже несколько раз. Больше всего мне здесь нравятся очень натуральные, настоящие люди. Вот такой дяденька забавный, который явно хорошенько выпивает. Это видно. И вот эта шикарная бабушка. Настоящая такая, да? Dolce & Gabbana. The one. Такая вот семья. Так, опять же, народные стили такие. В H&M сейчас популярные. Вот такие вот, видите, широкие рукава. Не всем они идут, надо сказать. Нужно быть очень худенькой, на мой взгляд, девочкой. Ну, либо петь в народном хоре. Девочки, я знаю, кто-то у нас поет, кто меня слушает. Так что я думаю, вы со мной согласитесь. Наверное, все-таки это, ну, такая специфическая одежда, которая пойдет не всем. Смотрите, какой интересный рисунок. То есть там такая школьная клеточка, а на нее уже наложен сверху какой-то рисунок из цветов. Забавно. Да, эскада, конечно, отличилась. Вот в таком варианте кофточки. Да, если прийти на работу, ну, просто, я думаю, тут, конечно, вы переговоры выиграете однозначно. Шучу, конечно. Стиль Armani мне, кстати говоря, очень нравится. Вот такой простой. Однако он элегантный. Но не Armani синий мой аромат, слишком сладкий. Уже весенние одежды рекламируется Max Mara. Вообще, сложное для меня вот такое вот сочетание. Хотя мне оно нравится, но почему-то на других. На мне я не всегда его хорошо переношу. Вот такое вот сочетание, когда цветочки такие, цветочки сякие. Все в перемешку. Вот такой вот вариант пальто мне очень-очень нравится. Строгие. Я люблю такие. Сандалии такие терпеть не могу, потому что они хлопают по пятке. И некрасиво, когда человек идет, а у него хлюп-хлюп-хлюп. Вот она моя прелесть, которую я приобрела 14 февраля для себя. И рассказывала вам об этом в видео. Здесь маленький пробник. То есть, получается, это уже второй пробник в этом журнале. Да, цветочные мотивы, они видите везде. Причем такой вот мелкий цветочек. Дождевики широкие. У меня есть пара таких вот плащей. Мой муж называет их какой-то плащик специаниста. Но, тем не менее, они очень удобные на самом деле. А вот тут, смотрите, пожалуйста, Blue Girl, да, производитель одежды. Хорошая платьица, слов нет. Но, смотрите, какая девочка. Абсолютно без признаков женственности. То есть, теоретически, вот это может быть и накрашенный мальчик. Тут, конечно, что будут делать наши девочки, да, наши дети, глядя вот на эту фотографию. Ну, с психологической неустойчивостью будут худеть вот до такой степени, когда исчезнут вообще все признаки, какие бы то ни было. Ну, жаль, конечно, что такие модели. Тут явно построеневшая главный редактор гламур. Ну, вот тут, конечно, спорная фотография. Вот так называется бренд. Празднуем 90 лет итальянской моды. Луиза Пакнули, да. Ну, вот напоминает мне девушку с косой и все. Но не могу тут ничего поделать, ребята. Смотрите, она так стоит. Вот как маркетолог. Должна вам сказать, что эту, конечно, фотографию не протестировали. Все красиво, шикарная девушка. Ну, конечно, мы молчим то, что стоит она на шпильках, на песке, но неважно. Наверное, дощечку-то им какую-то подложили. Прекрасная, красивая лампа. Но вот то, что она держится вот за эту штуку, похоже на косу. Ну, новый, насколько я понимаю, аромат, да, Versace Down Blue. Ну, что я вам тут хочу сказать. Посмотрите на взгляд модели. У меня первая ассоциация, что она больна, и это охрана, чтобы она не убежала. Это убийственная вообще. Не знаю, что хотели этим сказать. Такое ощущение, что у нее паранойя, и вот эти вот товарищи ей кажутся. Смотрите, какой взгляд странный, да? Вот как взгляд во время кризиса, обострения. Да, Versace, конечно, дали. Michael Kurs. Очень красивые сумки. Все время думаю, купить, нужно купить. Но каждый раз, когда я смотрю на цену, как-то у меня прям отпадает желание. Но очень красивые сумочки. Ну вот, Мартиша Адамс. Черные платья выходного дня, красивые. Ну да, мне нравится черный цвет. Я не знаю, многие по-разному к нему относятся. Я хорошо себя чувствую в черном, именно потому что черный, это вообще цвет репетиции. На самом деле, репетиционная вся форма, и гимнастическая форма, купальники, такие для репетиции, они все черные. И ты просто к этому привыкаешь и нормально к этому относишься. Смотрите, вот этот вот цвет и красный, вот он следующий. Это очень трендовые такие цвета и в макияже, и в одежде. Слушай, это Даяна Рос и ее дочь. Ну, конечно, смотрите, насколько потрясающая женщина выглядит. Сколько ей лет. Я даже струдняюсь сейчас сказать, но мне кажется, это просто старше моей бабушки. На этой рекламе Фоберлик даже не узнала Рената Литвинову. Очень тут странное лицо, похоже на мальчика какого-то абсолютно. Странную такую рекламу сделали. Вообще этот журнал со странными рекламами. Я уже, видите, третью нахожу. Календарь премьер, лучшие фильмы, книги, события месяца. Мне нравится, как работает Колин Ферд, и поэтому, наверное, гонку времени я посмотрю. С 22 марта она будет хорошая. Смотрите, какая реклама. Дженнифер Лопес рекламирует джинсы Гесс. Но я думаю, что вот после такой шикарной рекламы, вот такой попой побегут приобретать себе эти джинсы мужчины. Причем покупать они будут, видимо, женские джинсы. Инсайт. Радость малого. Избавление от хлама. Сродни похудению. В общем, такая тема минимализма здесь. Это страничка 50. Интересная такая, видите, мультимедийная выставка страсти по Фрейду. Фрейд со срезанной головой. У него там какой-то пожар в голове. Да, вы знаете, интересно. Я иногда так себя чувствую после того, как долго-долго преподаю. Вот, мне кажется, у меня такая голова. Красивые очень оттенки. Нежные, пастельные. Сейчас это тренды. Я знаю, что некоторые из вас уже приобрели. Я попробовала, послушала внимательно этот аромат. Это Аура от Мюглер. Такая вот девушка-русалка. Конечно, аромат очень приятный. Но мне показался слишком для меня интенсивным. Я все-таки люблю те ароматы, которые я могу носить целый день, долго. И чувствовать их, и при этом не задыхаться. Как многие рекомендуют, действительно, наверное, стоит нанести на руку и с ним немножечко на запястье хотя бы, да, пожить, походить. Но мне показался довольно сильным. Ну, хотя у Мюглер вообще сильные такие, очень интенсивные ароматы. Аромат Леди Милли, он от Пакарабан. И есть у меня. Ну, вот он прям такой довольно навязчивый. Его нужно прям совсем каплю-каплю. Он, конечно, сильный такой аромат. Смотрите, как тут накрасили мальчика. Ощущение такое, что, конечно, это девочка уже. Или он какой-то нарисованный прям совсем неживой человек. Какой-то даже и не кен. Я даже не знаю, кто. У девочки нормальный, видите, макияж. А мальчика прям переборщили. Ну, вот такая вот люрексная, конечно, одежда для меня. Это только для выступлений каких-то. Возможно. У меня есть похожее платье. Но только-только на выступлении. Так, пью чай. Какая вкуснятина. Мода на зеленый. То, о чем я вам говорила. Я обязательно сделаю для вас зеленый макияж. Такой вот свежий, красивый, игривый. Все критикую и критикую. Но, простите, вот ничего не поделаешь. Устала я уже от этих сумочек фурла. И вот такая одежда, ну, для меня, конечно, неприемлемая. Мне кажется, что вот такое сочетание, это, конечно, очень клоунское. И нужно иметь очень-очень нейтральную такую внешность, модельную. Прям совсем фигуру-палочку, мне кажется, чтобы вот хорошо в этом смотреться. Потому что, если есть какие-то объемы, они будут только подчеркнуты вот этими вот яркими рисунками. Но это на мой взгляд. Модные варианты стрелок на 76-й странице. Вот такие вот. Но вот то, что я вам показывала, да, широкие стрелки я пробовала делать. Вот такие тоже пробовала. Ну, в принципе, ничего, выглядит хорошо. Но, опять же, такой подиумный вариант. Смотрите, какая клеточка, полосочка, все что угодно. Очень фактурные. Туфельки, кстати говоря, красивые. И шарф неплохой. В моде бахрома. Так что, если у вас осталось что-то из этого тренда, смело носите. Большую, длинную, короткую, какую угодно. И вот упаковка этого самого аромата. So Real Chip and Shift. И вкусы разные. Мне, например, вот такая упаковка, конечно, не подходит. Но это на мой вкус. Аромат приятный. Видите, Chanel прозрачная шляпа. Ну, мне кажется, отлично для садовника, да? Вот ты копаешься в грядках, и вдруг раз, пошел дождик, и ты в этой шляпе. Но не городской, на мой взгляд, вариант. Ну, мне так кажется. Да, и обратите внимание, что сейчас нормальными живыми людьми стали разбавлять в контрасте. Вот реклама. Смотрите, опять вот нормальная женщина. Рядом с идеальными девочками. Prado. Сумки, наверное, все-таки такие более коллекционные, да? Вот такой стиль, ну, скажем так, он, мне кажется, каждодневной носки не выдержит. Просто вам надоест такая сумка. Ну, в коллекцию, если вы коллекционер, наверное, да, наверное, это здорово. Новые матовые оттенки. Вместе мы непобедимы. 12 от Couture матовых оттенков от Color Rich L'Oreal. Ну, тут, в общем, из носибельных, на мой взгляд, это вот два нюдовых, и вот это красное. Но даже вот это, конечно, слишком светлое. Скорее всего, вот это и это. Но матовые помады я, в принципе, не ношу, потому что у меня губы и так пересыхают. Поэтому вариант не мой, но для тех, кто любит, вот, можете попробовать. А вот такой, кстати говоря, лаконичный очень стиль. Я люблю в сумочках. Все оттенки самые модные. Что с чем носится. Пальто, плащи. Будет актуально, я думаю, для многих эта статья. Ну, вот такой, конечно, вариант абсолютно рокерский. Я, конечно, так уже не надену. Но подросткам, может быть, молодым девочкам, да, очень даже неплохо с романтичным платьем косуха. Елена Крыгина отвечает на вопросы своих читателей 118. Какая форма ногтей самая актуальная? Стоит ли наращивать ресницы? Кстати говоря, Крыгина говорит, что ей это совершенно не нравится. Это слишком заметно. И как сделать так, чтобы тушь не отпечатывалась на веках? Для многих, я думаю, будет актуально. Елена Крыгина предлагает заменить тушь на водостойкую. Если все-таки она отпечатывается, отпечатывается в течение дня. Значит, у вас сильное выделение кожного жира. Ну, это мы знали и без Елены Крыгиной. А если же проблема возникает в процессе нанесения, последуйте моему примеру. Красть ресницы в самом начале. Крыгина и Эйвен тут, да, даже Евы Мендес взяли в рекламу. Неожиданно. Прямо они так себя продвигают. Очень красивые цвета. И юбка Фоберлик здесь. Ну, просто конкуренты рядом. Новые карандаши от Vivienne Sabo. Я сейчас использую карандаш от Vivienne Sabo. Мне нравится, кстати говоря. Это новая серия. У меня вот такая еще. В дереве, которую нужно точить. Он очень быстро заканчивается. У меня 002, но оттенок, видите, такой хороший, правильный, оливковый. Статья про кисти. В душе художника она называется. Какие из кисточек у меня есть? Вот такая, верно. Причем я показывала вам ее в своем видео. О том, где я приобретаю кисти. Это художественная была кисточка. Ну, и в общем-то, что я могу еще сказать? Да, все остальные кисти, они очень обычные. Единственное, что я не использую вот такого вот плана кисточки. С таким углублением внутри, потому что я не очень люблю наносить плотный такой, большое количество тона. А вот это вполне стандартная. Вот эта кисточка, кстати говоря, очень-очень бюджетная. Это Деко, корейская компания, которая поставляет очень бюджетные кисти. Продаются они в магазине. Подружка. И я похожую от The Body Shop приобретала за 1000 рублей. Корректор Make Up For Ever. Как вы, кстати говоря, относитесь к цветным корректорам. Вы вообще их используете или нет? Я под глаза использую вот такой цвет у меня. Есть консилер от Skin Food. И корректор от Essence в зеленом. Цвет я использую. Мне нравится, в принципе, цветная корректировка. Она позволяет избежать большого количества тона на лице. Гламбокс рекламируется. Каждый месяц можно приобрести. Как вы уже поняли, я завязала, видимо, уже с коробочками красоты. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. У меня есть несколько отзывов, почему я больше не приобретаю косметику в коробочках. Очень красивый цвет. Хочу-могу, но очень часто даже бывает так, что хочу, я даже не хочу. А вот могу еще более-менее. Потому что действительно есть какие-то прям совсем уж такие бешено дорогие и совсем неинтересные даже модели. Такая гимнастика, на мой взгляд, очень полезная. Вместе с малышом. На 150-й странице. Очень забавная такая статья. Мне кажется, гениальная такая фотография. Но это картины, я так понимаю. Роман с купюрами. Интересные очень. Такие люди, прожившие в браке 10 лет и более, примерно в 4 раза состоятельнее свободных ровесников. Такова статистика. И радуемся за женатиков. И разбираемся, как разбогатеть всем остальным интересного. Мне очень нравятся такие правдоподобные, уставшие от жизни лица. Очень забавно. Такой вариант, видите, искусство помещает модные образы в немодный фон. То есть в самый-самый обычный. Видите, какие девушки красиво одеты. Ну, точнее, это она же. Здесь стиральных машин. И очень интересно на пасеке. Необычно. В супермаркете рядом с такой интересной тетенькой. И на рыбном развале. На базаре. Так, вот тут, конечно, это вообще жестко в таком платье на приеме у врача. Да, но это что-то страшненькое даже. Очень люблю вот такие розовые нежные макияжи. Но тут очень важно, чтобы лицо не было заплаканным. Глазки не казались заплаканным. Все-таки, на мой взгляд, вот в этом варианте лучше делать стрелочки. Либо более интенсивные ресницы. Когда я вижу, что вот так крошат тени от Dior, да, это Dior. У меня прям плохо становится. Жалко. Странные оттенки разные на губах. Ну, конечно, так выходить не будете. Это понятно. Но, тем не менее, вот эти вот фиолетовые, синие, зеленые. Ну, конечно, не мой вариант. И вязаные губы. Это вообще. А тут девушки зашили, видимо, губы. Уже замучила всех. Болтает и болтает. К маникюру отношусь спокойно. Сейчас, видите, вообще ногти не накрашенные. Потому что для меня, в общем, здоровье ногтей важнее. У меня как-то ногти не очень хорошо себя чувствуют под маникюром. Завидую тем, кто может красить каждый день. Имеет идеальные ногти. Респект тоже обувь пробовала. Ну, как-то вот с обувью их у меня не сложилось. Кстати говоря, смотрите, какой интересный вариант. Подобрать колготы точно под цвет туфелек. И тогда можно носить открытые туфли. Красиво. Но, конечно, колготы или носочки должны быть идеальными. Без каких-то шарушек, как я их называю. Без катышков. И тогда даже очень прилично смотрится. Институт Света Пантон назвал ультрафиолетовый главным оттенком 2018 года. Ну, и вот, соответственно, все лавандовые оттенки, все рядом бордовые оттенки. Все, что переходит из лаванды в фиолетовый, все это оттенки трендовые этого года. Ну, что ж, друзья мои, спасибо огромное, что вы были со мной. Я надеюсь, что я была для вас полезна. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!